Программа «На самом деле» Программа «На самом деле» Программа «На самом деле» А оказалось нет, Советский Союз ушел, а США аннексировали всю полностью Германию. И сегодня мы видим, я слышу голоса из Восточной Германии, люди выходят с флагами ГДР, с флагами Советского Союза и говорят, что мы не хотим американской оккупации. А тут еще и крайне правая альтернатива для Германии пугает своих избирателей тем, что вполне возможен сценарий в 10-15 лет российско-германского либо прямого, либо через посредника, говоря об Украине, боестолкновения. Вот на ваш взгляд, что происходит сегодня и почему тогда американцы не ушли из Германии? Знаете, они не обещали уйти из Германии. Они только устно обещали, что НАТО не расширается на восток. И, к сожалению, советские дипломаты это не фиксировали в бумажном виде, но есть много свидетелей, серьезных свидетелей, которые это слышали от вышеамериканской политики. И, ну, как сказать, сегодня наша пресса, это эти обещания, что НАТО не расширяют на восток, она, наши медиа об этом не говорят, они отмальчивают это. Это только люди, которые дружат с Россией, вспомнят об этом и стараются показать, что НАТО это агрессивный блок, потому что он, Россия, не принимал. Даже Россия была готова вступить в НАТО, но НАТО это не хотела и, наоборот, она, как сказать, расширялась и, ну, как сказать, сейчас натовские советники уже в Украине и там тренируют фашисты тоже. И это, конечно, очень пугает, но эти подробности в Украине люди в Германии не знают, об этом наши СМИ не пишут. И, ну, в принципе, наши, понимаете, наши СМИ очень агрессивны, но есть надежные вещи моменты. В моменте, например, вчера я видел бывший канцлер Германии, один из первых, который поздравил Путину, и я видел, что наш первый канал немецкий это показал и без каких наглых слов. И вообще этот вчерашний совершенный телерепортаж из Москвы было достаточно нормально, но как это было до 14-го года, я думал, уже странно, украинский кризис и всю эту эскалацию и эти обвинения против России вообще это не было. Вчера был как день примирения, у меня такое ощущение было. И этот президент Украины заявил о том, что, сейчас секундочку, у нас с Россией не может быть общих военных праздников. Это, говорит, президент страны, 8 миллионов населения которой погибло в ходе Второй мировой войны. То есть, фактически вот человек, он летит в Германию, которая осудила фашизм и гитлеризм, и фактически в его стране сегодня нацизм процветает. И Германия принимает этого человека, не обращая внимания на то, что не осуждают на Украине нацизм. Наоборот, со свастиками, с флагами Третьего Рейха в центре украинской столицы на концертах люди стоят и это весь мир видит. Эти картины, которые вы сейчас вспоминали, они в Германии неизвестны. Это только знают эксперты, это знают русскоязычные, которые смотрят русские каналы или видеоблоги. Это, к сожалению, отмальчивает полностью. И, к сожалению, можно сказать, что растущая макалиня в Германии, она потихоньку, наверное, забивает, что вообще это был Советский Союз, что это была Красная Армия, которая освободила Европу, и что там участвовали украинские солдаты, украинские генералы. Все эти важные факты меньше, больше и больше входит, как сказать, забивает только. И больше и больше говорит о том, что Россия захватила Крым, что Россия кровавая война начинала в Восточной Украине. Эти обвинения, как сказать, немножко замевают. Это наша общая история и все позитивное, что было. Ну и Порошенко, в принципе, Порошенко вы не найдете один плохой слов в немецкой прессе. Может быть, единственное, что он не очень успешная борьба против коррупции, но конкретно идеологически, какую Украину он там строит, что там нет свободы слова, что там каждый оппозиционер боится за свою жизнь, что пенсионер, который носит георгийскую ленточку, он боится ходить на улицу. Все эти вещи неизвестны, к сожалению. Это большая... Понимаете, это мне очень стидно за Германию. Например, я хочу сказать еще, что левый партий требовал, что 8 мая у нас это не 9, а 8 мая поминальный день, и требовал, что это будет общий праздник, где люди не работают, потому что у нас сегодня работают и завтра тоже работают. Но все партии, кроме левой партии, требовал, должен быть безрабочий праздник, значит, как день освобождения, и все партии были против. Даже, кстати, тоже альтернатива для Германии. Она была против, но зеленые партии, они воздержались от этого. Но эта партия играет очень странно. Смотрите, вот интересная еще вещь, что я подметил. Ведь американцы, как в Сирии, вспомните, Обама говорил, мы будем бороться с ИГИЛ 10 лет минимум, это серьезная проблема, и для ее уничтожения надо потратить огромное количество денег. То есть из американского бюджета надо американскому оборонно-промышленному комплексу дать много-много денег на производство какого-то вооружения. То есть расход бюджетных средств. Потом вспоминаем 40-е годы, ленд-лиз, тот самый, о котором так говорят, что американцы помогали Советскому Союзу. Но ведь Советский Союз платил золотом и расплачивался долгие десятилетия с американцами за эту помощь. То есть это была не помощь, а бизнес. Причем очень выгодный бизнес. Американцы хорошо зарабатывали, их промышленники и предприниматели на этой войне зарабатывали огромное количество денег. И вот сегодня я смотрю, как американцы хотят повторить эти же радости, но уже в новых реалиях. Им же что главное, чтобы немцы, французы, поляки, прибалты воевали с Россией. Украина, чтобы воевала с Россией, теряла своих сыновей, получала разрушение в этой войне. А американцы опять хотят, оставшись на своем берегу за океаном, зарабатывать много денег. И для этого они вкладывают сейчас деньги в масс-медиа германские, которые работают на образ страшного монстра России и президента России Путина. Они пытаются напугать Россией немцев. Вот на ваш взгляд, насколько немцы подвержены этой пропаганде, и насколько они реально готовы, в случае чего, как пишет немецкий депутат Йогин из АДГ, насколько они действительно готовы будут по призыву американцев встать под ружье и идти воевать? Ну, знаете, в принципе, воевать против России, вы имеете в виду? Или воевать, ну, понимаете, вообще очень интересно. У Бундесвера есть новая концепция, она сейчас изработана. И там говорит о том, что нам надо больше укрепиться на нашей обороне. Это значит, конкретно, не называют Россией, но все знают, что это значит, Бундесвера будет укрепиться для борьбы не с террористами, не с какими пиратами, не с какими в Африке, там, Малии или нет, с большой российской армией. И значит, надо, уже сейчас Бундесвера увеличил свое количество леопардов от 250 на 330. И вместе с французами они хотят строить новый боевой самолет, но это долго будет, поэтому немножко странно. Они уже строили с французами новый транспортный самолет Airbus, но он очень плохое качество, много жалоб. И по поводу готовности воевать в Германии, это, понимаете, наше руководство, наше военное руководство после соединения Германии, и после того, как всех четыре победителя ушли, убрали свои полномочия по поводу управления Германией, это 1991 год был, 1990 год, тогда наше руководство военное, они очень рады, что сейчас Германия может бросить этот клеймо, что мы были фашисты, и сейчас мы тоже можем воевать на разных горячих точках мира. И до сегодняшнего дня, конкретно сейчас 14 странах Германия имеет свои контингенты армейские. Ну, это небольшое, может быть, общее количество 5-6 тысяч солдатов, но это символически, это какая-то тренировка. Это вообще самое главное, это последние 20 лет сотни тысяч немецких солдат и участвовали в этих Афганистанах, Афганистанах и Косово, разных войн, и это привлекает вообще общество на войну, понимаете. Это, вы не можете представить, что мы жили без войны до 1991 года. Мы даже, ну, это было стыдно даже, быть немецким патриотом, а потихоньку сейчас все изменяется, и только, понимаете, это очень сложный вопрос, насколько народ готов воевать, потому что, и готов на войну, потому что у нашем народе есть, можно сказать, как у вас, генетические вспоминания, и, может быть, она размита, но все равно она есть, и все нормальные люди, в принципе, понимают, что Россия, российская армия, она огромная, она вообще, Россия, эта страна такой масштаба, она может дислуцировать, грубо говоря, из сибирского леса, она может что-то обстрелять, какая ракета, так совсем другие возможности, и, конечно, это люди умные это понимают, но, наверное, есть всегда, как-то, ну, в принципе, можно сказать, есть экономический кризис, мы живем, в принципе, мировая, и в этом кризисе есть стремление рисковать, и я не исключаю, что часть нашей элиты укрепляется, которая читает, надо рисковать, надо больше давать на Россию, на Путин, и больше провоцировать, это такая очень тонкая игра, это там работают СМИ, там, какие провокации, и, как, например, обстрелали там самолет в Донецк, где погибли 250 человек, и этот, тогда обвинили лично Путин, что он это указал, да, такие провокации, я не исключаю, что они будут опять, и будут обострить ситуацию, да, но, в принципе, я вижу вчера Гердчурер в Кремле, я знаю, что Германия хочет, немецкий бизнес хочет, северный поток, там 9 миллиардов он стоит, да, и это все очень серьезные планы, и мы не знаем конкретно за кулисами, что сейчас творится в нашей немецкой элите, какие там, какие там планировки, какие, ну, по крайней мере, что они надеются, что Россия распадется в кризисной ситуации, эта мечта до сих пор существует. И еще один момент, вот вы, как журналист, не могли не обратить внимания, вы так много лет занимаетесь журналистикой, международной журналистикой, должны видеть были, как меняется язык дипломатии, вот вспомните раньше, да, дипломаты, это люди, которые говорили для того, чтобы скрыть истину, чтобы намеками, полунамеками общаться, толерантно, интеллигентно, культурно, и вот сегодня язык дипломатии, слушаешь заседание Совета Безопасности ООН, или выступление представителей Государственного Департамента США, и ощущение вот дипломатии языка подворотней, они говорят, как провокатор, который вот стоит, и ему надо спровоцировать оппонента на драку, унизить, оскорбить. Раньше никто не может вспомнить, чтобы в наше вот время послевоенное дипломаты любых стран позволяли себе такое хамское поведение и отношение. У нас внутри России очень многие оскорбляют даже нашего министра иностранных дел, кричат, сколько можно выражать озабоченность, сколько можно так корректно с ними общаться, они плюют тебе в лицо, они хамят. Вот на ваш взгляд, почему, что послужило толчком, и кто послужил толчком тому, чтобы дипломатия стала вот такой, какую мы сейчас ее видим, когда люди не лезут в карман за соленым словом, они вот просто своих оппонентов берут и оскорбляют так, как будто торговки на рынке. Знаете, для меня это признак, что западная система в кризисе, очень серьезной кризисе, это уже признак, что по-нормальному невозможно вести диалог с другими странами, только угрозами, наглостями. И это, конечно, очень плохой знак. Мы видели, что себе позволил Трамп, он сказал, мы вам какие умные ракеты там отправляем, но понимаете, это как, все мы понимаем, что это как 6-летний ребенок говорит, песочница, да? И это признак кризиса западной, западной системы, и я, честно говоря, удивился, как Путин, ну, сильно спокойно на это реагирует, и не отпускает на этот уровень, да? Это меня радует, и я вам гарантирую, что на Запад это люди замечают, что Россия ведет себя спокойно, несмотря на наглости, и, понимаете, у нас много людей умные и опытные, жизнеопытные, они все понимают, в принципе, да? К сожалению, у них нет главного голоса сейчас в нашей СМИ, но я надеюсь, что ум и, как сказать, ум, это еще мало, надо еще действовать, надо еще, в принципе, в Германии нужно антивоенные движения, которые входят до американских посольств, которые конкретно, даже, понимаете, даже 80-го года, когда американцы хотели дислоцировать Першинг-2 в Германии, возникли огромные антивоенные движения, они прямо ходили до американской базы в Германии, блокировали их, да? И мне кажется, только таких методов, сейчас такие методы нужны, потому что что делают военные, наши военные сейчас? Они вместе с американцами, они готовят Европу как плацдарм новую войну. Каждый месяц какие военные учения? В октябре будет Норвегия, Норвегия будет огромное учение, там 45 тысяч участников из натовских стран, из этих 45 тысяч, 12 тысяч немцев, и сейчас наша пресса уже открыто обсуждает, надо все мастить дороги, они должны быть готовы для тяжелой военной техники, потому что последние 4 года уже американцы из Бременхафен, из Гданск, но, как сказать, бросили своих контингентов, свои БМП, свои танки на наших улицах, на наших автобанах, и видно, что так не так гладко не работали, даже были какие-то там разрушения, потому что наша страна жива в мире, сейчас постоянно там американские танки идут на Польшу, на Бульгарию, на учение, на... Понимаете, это... Вообще, эта картина, когда я вижу, что через немецкий, спокойный немецкий ландшафт, красивейший ландшафт, красивейшие, очень хорошо строенные деревни, идут эти песочные света, эти американские танки, мне вообще страшно, и я думаю, что многие люди, им тоже страшно, но они не знают, что делают, они в каком ловушке, потому что они сидят перед немецким телевизором и видят, там говорят о Путине, он и только берет Крым, и восточную Украину, нет, может быть, он берет там Литва, и Эстония, и может быть, еще дальше, да? Когда немцам не сказали о том, что сначала Америка взяла всю Украину, практически, практически полностью оккупировала, да? И Путин что сделал? Он ответил, опять сыграл вторым номером, он ответил тем, что не дал захватить еще и Крым. Крыму позволили волеизъявлением, референдумом выбрать самому свое будущее, об этом в Германии никто не говорит. Ну, а люди малоинформированные, конечно, будут верить тому, что говорит телевизор, тем не менее, вот у меня теплится надежда, что мы два народа, которые пережили в прошлом веке две страшные мировые войны, в которых русские убивали немцев, немцы убивали русских, что у нас хватит ума и спокойствия в 21 веке, не повестись на посулы провокаторов, не поверить американцам, и сохранить мир, согласие между Германией и Россией. И тогда, Бог даст, все будет хорошо, и не будем мы бояться друг друга, или негативно друг к другу относиться. Дай Бог, чтобы мир был на нашем континенте и дальше, и никто нас не заставил воевать друг с другом. Ульрих, спасибо вам огромное, всего самого доброго, до свидания. Спасибо, спасибо, с праздником. Итак, дорогие друзья, мы с вами побывали в гостях у журналиста из Германии Ульриха Хайдена. Как видите, далеко не все однозначно. Люди понимают шестым чувством, не знаю, спинным мозгом, понимают, что их обманывают, понимают, что американцы, их оккупанты, оккупировали и не уходят после 1945 года. А русские-то ушли, ушли совсем, оставили Германию свободной. А вместо свободы американцы оккупировали еще и восточную Германию. И продолжают промывать людям мозги. Потому что американцам очень хочется, чтобы кто-то вместо них, за них и для них воевал, а они сидели на берегу и зарабатывали деньги. Такая вот она американская мечта, жить за счет других людей. Всего вам доброго, пока.